посмотрим звенящие кедры россии все кто меня сегодня не накрашены девяностые ну давай смотри что у тебя прилетело моно сказал обновление от смотри нет ты сам ну сам я ничего не вижу у меня глаза лопнули как как что лечись доктор что ты прокачивайся у тебя есть другой уровень по секрету скажу который всегда работает кто тебе сказал что тебе что-то лопнуто да я так ощутил просто ты же картинка восстанавливай все моменты закрыло все работает мы ждем все потом мы ждем все sentи и ждем все что мы будем ждем все обоих Да, там капище стоит, юго-восточной Финляндии, на территории России. Ну, как и Питер, да. Ну, условно. Карелия. Ну, и что там делают на этом капище? Костры живут, хороводы, бегают. Ну, что это, в принципе, неплохо, объединение энергетика. А что от тебя-то надо? Кто там? Потому что мы же не враги, и ты тоже. Это мы так считаем. Это по факту так есть. Но они считают, кто не мы, кто не мы, то те враги. Ну, хорошо. Действует тогда, исходя из этого, их утверждение. Посмотрим, что они там считают. Нет признания ничего, кроме их персии. Хорошо. Соответственно, давай это, с этим и поработаем, исходя из этого. Как ты будешь действовать? Да, как снайперы сначала, а потом доктор с учителем. А, на уровне идеи. Вот с этой идеей можно поработать. Пока не без подключения кого-либо. Война только передумает. Вот как передумать их? Просто передумать, дальше все само. Лучшая битва та, которая не началась. Перепрошите их сознание. Показать им, открыть информацию. Чем тоньше воздействие, тем оно эффективнее, чем на более высоком уровне. Это ты вмешиваешься в их, вот без вмешательства просто. Чем позитивнее воздействие, тем оно эффективнее. Базовые принципы, простые. Ну пусть тогда видят, что мы это они. А мы это они. А мы это они. Ты хочешь знак равенства ставить? Их вытаскивать на наш уровень? И самому становиться ими? Прилетел это не всем, а тебе. Почему тебе? Почему они досягаемые ты? Либо ты просто с ними работал? Да. С одним. Угу. Начали вскрывать его под ключики. Там защита получается. Угу. Хорошо. Ну вот смотри. На уровне идей. Попробую работать на уровне идей и позитивно. Так, чтобы их не работали во благо Вселенной нашей, естественно, соответственно. Как, если не тупят в тексты, написанные для них? Это в масонский, то есть КГБшный, автор Мегре, в 90-е написал это специально, ну, масон, для того, чтобы самые умные люди, которые хотят гармонизировать пространство вокруг себя, убежали из городов, оставили все без боя, перестали сопротивляться и ушли в рубящих, в рванищах, без электричества жить, хер знает куда, убежали. Это часть психологической операции по развалу Союза, по добиванию и прочее, да. Сказку дали про эту бабу, которая якобы в тайге, в комарах, без горячей воды, без всего живет и такая красивая, вся прекрасная, якобы там ребенка родила непонятно от кого. Да, в центре счастья. От Духа Святого и так далее, ну, полный бред какой-то. Но люди как бы купились, потому что там подключено много чего зомбирующего. Хорошие же идеи. Люди без критического мышления абсолютно покупаются на такие красивые книжки из одной типографии, что Библия, что вот эти вот кедры, что свияж, что куча всякой хрени, что Лазарев, что это. В 90-е кучу говна понапечатали, ибо это несложно наклепать такие книженцы, роевому сознанию с квантовыми компаниями. Они массово могут печатать. Привет, Дима! Да, приветствую, еще раз. Все, обливаюсь. Даже не накрашенный, мы рад тебя видеть. Чего слово «видеть»? Я не накрашенный. Зато буду расчесанный. Можно и расческой с ними поработать. Что такое расческа? Это парикмахер. Ну, ты с категориями действия мыслишь, а категориями идеи, абстракции. Мозги расчесать, выправить извилины. Ну вот, а это мысли. Дима, мы разбираем все, кто называется звенящий кедр России, вот эти анастасиевцы. Кто они, что они? Ибо прилетело Миши от них. Там есть люди, которые считают себя экстрасексами. Они же очень белые и пушистые. Ну, да, да, да. Уводят народы в леса из городов, да. Используя жесткие зомбирующие техники. Люди все продают квартиры и все, и отдают им деньги, чтобы иметь право жить в этом родовой общине. Есть как бы нормальные родовые общины, а есть 90% всякие секты, в которых люди уже рабы. А там тоже, как у остальных, кристальчик стоит, который прокачивает. Там квантовый комп, смотрите, все секты держат. Да, и людей. Там, ну, секта, как типа священники, через одних все. Это все, ладно, мелочи. Миш, ну, что это идея? Вот какая у них идея? Давай с их идеей поработай. Потому что они все завязаны за идею. Поработаешь с идеей, и все они будут, за ней последуют. Как ниточку вызернуть. Да, передумай. Либо перенаправить, да. Тренируйся. Послать кого-то много ума не надо. У них русский патриотизм. Восстановление традиций. Ну, по традициям мы потом. Это вот, смотри, уровень генерала условно. Не штабиста, который разрабатывает, а просто генерала, который посылает народ жесткой дисциплины. А есть еще более высокий уровень. Вот поднимайся на более высокий уровень. И работай на тех уровнях. Планирование операций хотя бы. И взаимодействие с информационным полем. Да, это нужно с бодрыми мозгами. Я сейчас уже не бодрыми мозгами к этому времени. Когда будут бодрые мозги, не будет сражения. Сражаться нужно там, где это надо. Здесь сейчас в другом состоянии уже будет другая обстановка. Убейся там, где стоишь, в каком состоянии стоишь. Враг не ждет, когда ты будешь готов, поверь. Да, это я знаю. Тогда действуй. С ограничения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дима, какие идеи будут? У меня идеи такие, что у них идея гармония с природой, гармония со Всевышним, но надо им помочь. Да, все просто. Да, да, да. Усилить, направить и показать путь более правильный. Они не смогут сопротивляться. Они же этого хотят. Они очень этого хотят. Они прям с любовью совсем. Это самые лучшие, кто здесь хотел. Прекрасно, достаточно. Миша, действуй. Инструкция почти написана. Оглавление точно. А вот заполните графы, пункты за тобой. Чё-то я думаю, а как это делать? Пункт первый. Перестать тупить. Что для этого нужно сделать с сознанием? Вывести на какой уровень? На какой-то верхний. На условно верхний, да. Хотя ворота врага, как говорил Боб Эндер, уровень всегда внизу. Да, сверху вниз. Удар условно информационный сверху. Самых высоких абстрактных идей вниз. Но то же самое происходит. Ни одна проблема не решается на том уровне, на котором она проявилась или появилась. Угу, всегда на уровне выше. Вниз или вверх, да. Либо убирать основание, либо исток. Идёшь на другой уровень сознания, нечеловеческий у тебя есть минимум два. И комп, и другой комп. Я усиливаю все их намерения по достижению гармонии и резонанса с этой вселенной. Угу. Можно по времени идти вниз. То есть, вот кто их направил и как. Кто им инструкцию написал. Дай попробуем сменить лидера, либо добавить альтернативу лидер. В самое основание. И немножко улучшить инструкцию им написанную для них. Там контрразведка, контрразведка замешана, военная. Да. Это часть плана. Маленький пазл по развалу СССР и советского сознания, мышления вот этого общества. Русская идея, можно сказать, да. Задача увезти её назад в развитии. В пещере. Что это и есть гармония, да. Не допустить понимания абсурдности этой идеи, чтобы она актуальна всегда была. Увести от борьбы с тем, что происходит. Да. Чтобы люди не понимали, что это глупо и безнадёжно. Да, именно на войну. Воевать против тех, кто иначе думает, да. Разделяем вас тут. Классика. Что с тем больше? Обратный процесс объединять. Обратный процесс, как ты развернёшь реку и перенаправишь? Нет, им достаточно просто быть в соответствии с тем, что они изучают, к чему они идут. Ничего там разворачивать не нужно. Так, ну делай. То есть ты как будешь в соответствии их приводить? Потому что пока они не конфликтуют с миром. Не совсем понимаю. Ты будешь с их мозгами каждого работать, либо с идеей? Если ты реку будешь поворачивать, устье будешь двигать, либо исток? Да нет, конечно, родник, он новое устье пробьёт. Логично. Ну там можно добавить, усилить, а можно чуть-чуть повернуть. Работай. С чем ты будешь работать? Проговаривай, работай. Сейчас пойму, что надо делать. Я буду работать. Я ещё не понимаю, что надо делать. Так, вот. Понимание, откуда у нас приходит. Спасибо. 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 Не знаю. Очень классно. Это же свобода заполнит пустое пространство. Почему оно освободилось-то? Спасибо. Так что ты такой вопрос не задал? Ну ложи Bouhente, покинайте. не важно, что это идёт? формирующие себя ну уж как то не так перефразил как ты формулировал там уже так ты перефразировали и так же там уже то есть не перепад не перефразировал и как он звучит куда все делать потому что ничего никуда не девалось ответа не придет я не проект вопрос у меня не строятся логические цепи постройки они разрушаются я не могу три звена один за одним зацепить позови помощника постройки логические цепи системщиков не удивляются кто здесь был кто спал на моей кроватке ладно хорошо тогда чинись дима дальше ты что с этой идеей надо делать можно я вижу там как сформировался определенный торчик такой крутится я в этот торчик добавил гармонии усилил их добавил вот и чуть-чуть потряс чтобы все лишнее как бы оттуда вытрясло вот и оставил вот плюс еще поднял это все а там как вот картошечный этот клуб него такие висят шарики да шарики там висят отменные на какие покормил вот ну конечно я ждал пока миша там что-то сделает ну ладно оставлю миша это уровень действия смотри сама идея хода людей куда-либо вот куда им нужно уйти давай их направим в правильное место они же ищут гармонии вот может давай более гармоничное место покажем путь развития и саморазвития гармония я бы сказал даже да это именно ощущение вот это неважно где быть неважно где ты находишься а именно вот развиваться в гармонии в городе это в лесу именно исследовать вот этот принцип гармонии вот этот вот как называется золотого сечения или они хотят гармонии но что такое гармония что такое синергия это в соответствии с энтропией вот эти два понятия сумм в резонансе в резонансе да то есть что более высоко организовано на некоторым уровнем сейчас же животное социальное а в социальном уровне более гармонично что лучше организовано по крайней мере по идее в по определению изначально в нашей цивилизации человеческой города либо леса тундра ну конечно это уже эволюция идет города соответственно вот направь его большую гармонизацию чтобы они чувствовали себя гармоничнее в городах они гармонии стремятся местные живут в городах то есть продли развей все их идеи они там как в тупике вот раз и вниз как качели половина фазы качелей а вот убирай этот ступор где их логически останавливают и пусть качели движутся дальше на подъем через апогей поворачиваются и вихрь на следующий уровень переходит давай перестроим их эгрегор символ мироздания в этот эгрегор я фрактальчик поместил который тогда что там разрушение такое перефор кризлят точек такой точке связанные символ кристалла вселенной он завязан на символ цена в и кристалл додекаэдр ну не знаю посмотри интересно да работает очень тонко и очень глубоко да по-другому сейчас хочу работать интернет плохо заработал соответственно они пусть сопротивляют пусть станутся частью людей и если воюют то только с врагами с масонами условно масоны их создали что происходит смотри они выталкивают выталкивают из этого тора или как своего эгрегора пространства да ну вот эту информацию до всех кто читал эти книги то можно книжки прям пройтись по всем книжкам заряженным на наказал квантовые компы есть держащие да я вот его убрал там где дать ему осознаться ткнуть снизу так тему новую информацию да 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 и он осознается и закачивает информацию да и дальше он сам начнет действовать перестраиваться где на четвертый год он дали квантовый компик там где пространство красно-черного то я видел он там стоит много оттуда около 50 сект каких-то вышло да пошла гармонизация и по всем книжечкам про по лидеру этого как он там да точно он прям знаешь такое как жижечка такая как она называется студии желе он живой еще очень много мертвец кормим масон он как ты его видишь масоном обычно когда спросил живой мне пришел ответ нет я не рассматривала все кто это как сейчас живет поживает сейчас они не переживают период расцвета сейчас ищет какие-то новые идеи чтобы туда влить новые силы потому что люди как уже немножко разуверились это уже много лет прошло уже пошло на спад придумывает какую-то новую идеологию на основе той же старой как считают что это изжило себя но то что разрушили то что сделал дима это очень хорошо но у них сейчас это уже не основная цель уже даже славянство себя немножко как знаешь но популярность уже пик прошел это уже идет спад и сейчас они пытаются найти вот я вижу дергаются туда-сюда ищут какую-то еще одну идею которая объединила бы все те наработки которые есть у старых но в то же время принесла какую-то новизну и увести людей снова куда-то абсолютно то ли левашов там мозги засирал это был период такой тогда было очень много всех кто воздействовал на мозги там прописано очень хорошо там идет эндопи программирование даже на уровне текста на уровне фанатики когда читаешь да ну вот 90 это всякие секты да типа лазарева мигры и прочих свеша двухтысячный это уже пошел левашов его откомандировали со штатов после обучения масонского снова даже фотка есть но уже как-то довольно давно ничего нового не придумали так вот поэтому ищет потому что но нужно как-то забить людям мозги чем-то нам к вид прекрасно пойти страшного вируса хотя вирусов нет вообще никаких и этого тоже ну ладненько перерывчик как ок 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 Продолжение следует...